Доброе утро! Вторник, вы смотрите телеканал СТВ, а значит, пришло время шедевров мирового искусства. А вы знаете, какая картина самая дорогая в мире? Ну, если нет, я вам сейчас расскажу. Совсем недавно полотно «Когда ты выйдешь замуж» было продано за рекордные 300 миллионов долларов. Его автор – Поль Гоген. И сегодня мы поговорим о нем и, разумеется, о его творчестве. Гоген был очень противоречивой натурой, этакий агрессивный романтик, который провозгласил себя художником примерно в 35 лет. Гоген родился в Париже в семье журналиста и богатой наследницы из Перу. Когда Полю был год, родители решили переехать к родственникам матери. Путь был неблизкий и закончился трагически. Умер отец будущего живописца. До семи лет Поль наслаждался великолепной экзотической природой, изобилием красок и беззаботной жизнью в окружении родственников перуанцев. Не мудрено, что когда мать Поля решила вернуться в Париж, он был не в восторге от душащей его цивилизации. Уже юношей Гоген, провалив экзамены в мореходное училище, устраивается помощником лоцмана. Шесть лет он ходил по морям, но когда был в Индии, узнал, что скончалась мать. И вернулся в Париж. Остепенился, стал биржевым брокером и женился. Супруга родила Гогену четырех дочерей. Живописец преуспевал на бирже, коллекционировал картины, в свободное время много рисовал. И казалось бы, вот она спокойная, обеспеченная жизнь. Но все это не для Поля Гогена. Познакомившись с художниками-новаторами того времени, он принимает решение посвятить себя искусству. Отправляет жену и детей к ее родственникам в Данию, бросает биржу и творит. За несколько лет Гоген уже практически нищим объехал почти всю Францию. И, разумеется, везде работал. Поль всегда считал, что цивилизация – это зло. Задыхаясь от нехватки природы, в 43 года он уезжает на Таити. И там художник действительно раскрылся, создал множество картин, скульптур, написал автобиографическую книгу. Жил в бамбуковой хижине, наслаждался всеми прелестями природы и женщин. И даже женился на 14-летней таитянке, которую очень часто писал на своих кричащих полотнах. Гоген никогда не был примерным семьянином и, награжденный нехорошей болезнью, был вынужден вернуться в Париж, где устроил свою первую персональную выставку. Но цивилизация была не готова к дикой необузданной живописи Гогена, и выставка провалилась. В это время Поль получил приглашение пожить и поработать в Арле вместе с Ван Гогом. Длилось это недолго, три месяца, но это было весьма плодотворное время. Друзья написали немало картин, но и бессор не обошлось. Друзья расстались. И Гоген, обвинив всех в глупости и непонимании, вернулся в свой маленький рай на Таите. Но сказка медленно таяла. Больной, практически нищий, непризнанный, он еще и получил весть о том, что умерла его дочь. В это страшное время Поль Гоген написал, пожалуй, главный свой шедевр. Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем? Полотно имеет особенность. Оно читается справа налево. И это не просто картина, это завещание. Закончив работу над картиной, Гоген ушел в горы, принял там смертельную дозу мушьяка. Но, видимо, еще не настало время уходить. Он очнулся и вернулся в свою хижину. Вскоре жизнь стала налаживаться. Появился Валар, коллекционер и торговец с живописью. Он скупал картины, а потом перепродавал их. Вот только болезнь Гогена покидать не собиралась. Он ужасно страдал, и однажды его нашли мертвым. А рядом пустой пузырек из-под опийной настойки. Художнику было 55. Многие любят. Многие не понимают творчество Гогена, но равнодушных точно нет. И порой это равнодушие обретает совсем странные формы. Вот, например, в 2011 году посетительница Национальной галереи в Вашингтоне с кулаками набросилась на картину две таитянки. Женщина молотила по шедевру. Но, к счастью, полотно было закрыто защитным экраном и не пострадало. Полотна Гогена не единожды крали и подделывали. В 2012 году украдена картина «Девушка перед открытым окном» или «Невеста». Вскоре преступников задержали, но выяснилось, что, заметая следы, они попросту сожгли шедевр. А в прошлом году произошло событие, которое навсегда изменило жизнь одной итальянской семьи. Совершенно случайно выяснилось, что у них на кухне висит подлинник Гогена. Фрукты на столе или натюрморт с собачкой. Которые оценивают в 10,5 миллионов евро. А владелец шедевра когда-то давно купил его на барахолке за смешные деньги. Ну что, еще не появилось желание присмотреться к бабушкиным картинам или навести порядок на антресолях? Если появилось, дерзайте! У вас есть ровно неделя до следующего выпуска шедевров мирового искусства. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok